Тающий снег и скользкое покрытие. В таких условиях борются биатлонисты Алтайского края на заключительных соревнованиях в этом сезоне. Для некоторых это последний шанс отыграться перед летним перерывом. Чемпионат, закрывающий сезон биатлонистов краевой сборной, простым не был. Ошибались даже лидеры. Юная чемпионка Диана Лагно – одна из сильнейших представительниц края. Промахнулась, помешали блики в прицеле. Каждая ошибка на огневом рубеже – 150-метровый штрафной круг. Кто круче, выясняли больше 60 спортсменов из Барнаула, Ребрихинского, Бийского и Заринского районов. В лес убегаем за забор. Там, получается, трасса 2,5 километра проходит. Потом мы сюда переходим на огневой рубеж, стреляем лежа. Потом мы проходим также 2,5 километра и стреляем стоя. И финиш на круг. Три круга всего. Самых юных ждали 4,5 километров. Тех, кто постарше – 7,5. Так как погода достаточно теплая и снег рыхлый и водянистый, я подобрала себе структуру лыж с белым пластиком. Он хорошо на данную погоду. Яркое солнце, слабый мороз. Приемлемая погода для биатлониста. Перед забегом разминались и берегли не только мышцы. Морально и физически я готовлюсь к соревнованиям. Не сижу в телефоне, чтобы зрение стрелять, чтобы не портилось. В конце зимы в Барнауле традиционно проводят краевые соревнования памяти наших чемпионов. Эти посвящены Николаю Князеву, тренеру с большой буквы, который с 2011 года занимался с молодежной сборной страны. Я считаю, что спринт – это та дистанция, где уравниваются шансы бегунков и стрелков. Можно более медленным быть на дистанции, но точно стрелять. А можно очень быстро бегать, но много настрелять. По итогу среди девушек выделились Екатерина Копырина, Диана Лагно и Алина Паутова. Каждая взяла золото и серебро в двух дисциплинах. Среди парней лучшими стали Павел Волков, Дмитрий Верт и Илья Бессонов. Пара месяцев отдыха и весной чемпионы пересядут на лыжероллеры. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.